Визитная карточка Брестской области – это, конечно же, город Брест. На него равняются, с ним конкурируют. И так важно, чтобы центр Берестейского края был для других примером. В большей степени все-таки есть. О глобальных проблемах говорить не приходится. Но те островки безхозяйственности, на которые указал губернатор в ходе рабочей поездки, присутствуют. А, как известно, из мелочей складывается нечто большее – комфортность проживания. И мнение людей, жителей того или иного населенного пункта, о работе власти – кадровый вопрос. Остро стоит на повестке дня. Это и есть основная проблема. Я бы ее характеризовал в недоработке кадров, которые за это отвечают. Проблема безответственности тех ответственных людей, которые должны заниматься, организовывать работу в этом направлении, чтобы не было их проблем, устранять их. Разговор о наболевшем Константин Сумар начал уже в автобусе, в салоне которого собрались все те, кто сегодня отвечает за чистоту, порядок и за благоустройство. Несомненно, что прежде чем обратить взор специалистов ЖКХ на просчеты в работе, губернатор сама лично все увидел. Рекреационная зона в районе Красного двора, остановка под номером 1. Полюбившаяся многим брещанам зона летнего отдыха не соответствует столь красивому названию. Такое впечатление, что о благоустройстве просто позабыли. Одинокая выложенная плиткой дорожка здесь просто не к месту, да и ее предприимчивые хозяева уже потихоньку экспроприируют. На резонный вопрос руководителя области о трех миллиардах, выделенных на благоустройство, именно этого уголка никто не дал ответа. А некогда. Там планировался аквапарк, но пока речи о нем не ведется. Нет, это инвестор. И не знаем, когда он придет. Но то маломальское, что мы должны делать, не ожидая инвесторов никаких, у нас для этого есть все возможности. И материальные, и технические, и людские ресурсы для этого есть. Просто надо приложить сюда немножко руки и все. На кого-то, надейся, сам не плашай. Эти же слова можно отнести и к руководителям службы всех ЖЭСов. Чего проще? Отремонтировать и покрасить скамейки у Дворца профсоюзов. Восстановить ступеньки, оборудовать нормальную зону отдыха, парковку, видоизменить, организовав больше мест. На каждой территории должен быть хозяин. Начальник ЖЭСа на своей территории по площади, независимо от того, офис это, или ДЭП это, или вот это жилье. Он там хозяин, понимаете, и никто, как не он, каждый день видит, ведь уже функции мастера по эксплуатации, что хочет. Он каждый день должен сделать обход и посмотреть, где что разрушилось. И если есть балансы держать, их сказать, так дорогой. Вот, планерки, наверное, каждую неделю проводятся, на неделю себе понаписывали задания и порешали эти вопросы. Парк воинов-интернационалистов – еще один камень преткновения. Эта зона просто шикарная для отдыха. Жители микрорайона «Восток». Немного хозяйского отношения, фантазии и, конечно, материальных вложений, и парк засверкает новыми красками. Некоторые предложения Константину Сумару изложили и молодые мамочки, которые гуляли с детками. Песочницу, площадочку небольшую. И желаете, на компешку. А тут, наоборот, говорят, что надо снести вот это, которые только пивом торгуют. Ну, это снести надо, а детское надо что-то построить. Ну, так, может, не сносить, да там перепрофилировать на детское. Ну, а зачем же? Снести много ума не надо, и не надо слишком зато обучить. Ну, если может так получиться, то да. Ну, конечно. Главное не совмещать детское с обережем. Проблема парковок – это беда. И не только Бреста. Благосостояние народа растет, количество авто об этом свидетельствует. Ситуация в этом плане весьма сложная в районе Центральной горбольницы. Машины ставят во дворах, в которых и так не развернутся. У губернатора есть идея разрешения этой патовой ситуации. Благородейская и Кривоширина. Между этими улицами огромная территория, которая находится под высоковольтной линией. И там ни зоны отдыха нельзя делать, и там хорошее обустройство нельзя сделать. И там кроме мусора ничего не растет или сорняка. Поэтому вот эту территорию как раз можно для этого микрорайона взять и сделать специальные остановки. И остановки, и парковки, и стоянки полностью для хранения машин. И еще один очень важный момент, к которому неоднократно возвращался глава области. Руководители городских служб должны привлекать к благоустройству территории бизнесменов, которые возводят супермаркеты, строят торговые центры, огромные офисы. Есть деньги на это, на благоустройство Бреста точно найдутся. Это объект, который я специально сделал со всеми этими начальниками, которые отвечают за тот или другой участок, и мы для того, чтобы показать, насколько, как не надо работать. Ведь в каждом человеке, начиная от ЖЭСа, руководителя ЖЭСа, и кончая службами жилищно-коммунального хозяйства, службами эксплуатационных участков и так далее, все на местах, все заняты, все получают зарплату, а толку-то нету по большому счету. Там, где будут недостатки, те люди в зоне ответственности, которая находится в тот и другой участок, будут сняты с работы. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.